Всем привет, народ! Сегодня четверг, с вами Ани Рейль, и получается, что все мои предсказания сбылись, кроме тех, которые про баннер. У нас на следующей неделе уже тизерится 3.0 патч. Все ивенты в честь трехлетия игры, хотя трехлетие запуска наших серверов будет 22 января. Тизерится юитом, так что мы вполне серьезно можем ожидать его в следующий четверг, и я буду тянуть, а вы будете смотреть на это и ржать. Или нет, посмотрим. Не забудьте зайти вот в эту закладочку, нажать Go и забрать вот отсюда призы. Каждый день будет открываться что-то новенькое, там будут всякие разные ништяки. В этот раз, например, боже мой, нам тизерит Вираша, как будто мы не знаем, кто это. 300 тысяч золота дают. Думаю, следующие призы, я надеюсь, все-таки будут немножко получше. Вот здесь вот просто за логин выдают призы совершенно офигенные. Ладно, там в первый же день дают рамочку. Аники ваучеры 5 штук на третий день и драконовские ваучеры на 11 день. Поэтому я вас просто умоляю, не забудьте заходить хотя бы иногда, потому что, мне кажется, они кумулятивно накапливаются, и просто можно будет зайти какой-нибудь 14 день и забрать их все. Но главное, просто не забудьте это сделать, награды мега-жирные, вообще просто супер-мега-ультра-жирные. Класс. Фарм-ивент. Открылся нам новый. Там дают шардики Альфреда, и вот что самое неприятное, это то, что там 55-й уровень откроется только через 7 сколько-то там дней. Скорее всего. То есть, дело будет идти очень медленно, нас прям не настраивает на то, что 70-й уровень откроется на 4-й день ивента, и мы сможем фармить. Я даже не уверена, что 70-й уровень здесь вообще существует. Тем не менее, награды тоже шикарные. В списке наград есть аники-материалы на выбор, 7 штук, и таких коробочек за весь фарм будет 3. Естественно, там есть всякие СССР-аксессуары и прочие мутатня, шарды Альфреда, рунка, там всякая ерундовина. Короче, вот эти вот реально аники-аксессуары, это самое ценное, что тут бывает. А еще, кстати, скин-ваучеры дают, я их тоже очень люблю и ценю. Поэтому, опять же, всем фармите вент, насколько можете, настолько и фармите, но старайтесь все-таки тратить стамину аккуратно и хотя бы с 55-го уровня фармить, а не на 30-м каком-то. Бонусные герои там, я бы не сказала, что прям особенно приятные, но всегда есть базовые, так что можно с помощью них фармить в группе с друзьями. Потом нам дали, собственно, второй подряд мачо Лотта Гэмбл. И в отличие от прошлой недели, в этот раз выбор из шести скинчиков меня прям привлекает. Это я даже скажу. Достаточно симпатичный Вернер в стилистике Такседа Маска. Если кто понимает, о чем речь, то вы понимаете, что в детстве многие девочки смотрели такое, поэтому он выглядит для меня достаточно привлекательно. Ну, плюс-минус. Я не очень люблю Вернера, поэтому ради него я точно это тащить не буду. Рейнфорс выглядит совершенно базово, но зато здесь есть очень красивые скины на, например, Ландиуса, прикольный скин на Луну, красивый на Тиарис, но у меня есть Тиарис получше, и я точно знаю, что вот у этой Зеррида есть фанаты. Хотя мне моя Зеррида с шарфиком больше нравится. Короче, вот здесь я, наверное, не выдержусь, делаю четыре тяга, как я обычно делаю, но не больше, потому что Юйтам обещает быть очень дорогим парнем. Вообще, первый тяг 300 тысяч золота, это, наверное, самое хорошее, что здесь могло быть за четыре тяга. Давайте, ладно, попробуем немножечко разориться и поутать всякого мусора. О, три ваучера. Ммм, это на самом деле кое-что полезное. И у меня есть высокий шанс потащить френдшип-ваучеры. Слушайте, мне кажется, наверное, надо на этом остановиться, это будет разумно. В скинчики я все равно не верю. Тратиться перед тем, как скоро тянуть Юйтамы не стоит, поэтому давайте на этом завершим. И перейдем, собственно, к двум баннерам, которые нам выдали в ту самую неделю, в которую у нас обычно выходит большой патч. Но большой патч будет на следующей неделе. Итак, перед нами два баннера. Один баннер довольно спорный и про бонды, второй баннер довольно классный и про хороших юзабельных героев. Давайте начнем со спорного, потому что он раньше по списку. Ланфорд. Из полезного имеет фракционный баф для стратегов, который практически никто никогда не использует, потому что он не особенно полезный. Сам по себе давным-давно устаревший, честно говоря, герой. Умеет ничего особенного, чего бы не умели другие. Но ради чего вы можете и хотите его потянуть, это бонд на дефенс для розенцель. Потому что мы хотим, чтобы наша розенцель жила долго и счастливо. И была как можно толще. И от этого она становится только лишь красивее. Вот, собственно, ради чего он нам на самом деле сейчас нужен. Шелфанель. Признанная королева гоблинов. И автор, на самом деле, очень крутого фракционного бафа для принцесс. А принцессы сейчас более чем активно играют в Апексе. Я бы не сказала, что это оправдывает использование ее в Апексе все еще, потому что единственное, что она умеет, это ауешить. Но ауешит она круто. В специальном гильдейском фарм-ивенте, которым мы захватываем столицу, это один из самых полезных героев, наряду со старым Рейнфорсом и Флоренцией. И она шикарно позволяет вам сделать максимальный скоринг на гоблинах. То есть у нее есть свои перки, у нее есть свои полезности, но она не прям типа вау. Она блочит бонд для Анжелины и еще каких-то героев не особо актуальных, поэтому в этом смысле все нормально. Вираж. Фирический, бесполезный герой, который игрался, точнее, моделировался он, делался под ПВП. В итоге он не заиграл ни в ПВП, ни в ПВЕ, потому что у него очень странная билка, позволяющая ему воскрешаться 6 раз. При том, что в ПВЕ мы не хотим, чтобы наши герои умирали вообще, а уж тем более воскрешались 6 раз. А в ПВП он просто ничего особенного не мог предложить. Он был одним кратконогим достаточно просто сингл-таргет-дамагером. Единственное, зачем вы можете его хотеть, он блокирует атак-бонд для Хелены. Вот Хелена сейчас более чем играбельна, очень крута, бесит всех неимоверно. Вы, наверное, видели вместе со мной финалы. В финалах она просто жестко отжигала. Поэтому если у вас есть Хелена, вы хотите ей играть, то вам нужен вираж от без вариантов. Вот такой вот типа баннер для бондов. Самое крутое в нем то, что он фокусный. То есть если у вас нет кого-то из этих трех героев, то первый герой, который вы призовете, будет из этого баннера, нарисованный на нем. Поэтому после того, как вы это сделаете, для вас баннер превратится в просто баннер с повышенным шансом. Поэтому дальше, чем фокус, тянуть я из него не советую никогда. Баннер номер следующий. Ландиус Юли Джаглер. Вот это баннер с суперполезными героями. На самом деле, что раньше, что сейчас, что всегда. Ландиус. Владеет крутым фракционным бафом для Елисов. Наверное, вообще самым крутым. Потому что у Сигмы баф очень так себе. При этом классный танк. Что в коннице, что в копье. В ПВЕ используется в основном в коннице, потому что бегает далеко. В ПВП больше в копье, потому что так он немножко прочнее. У него есть личная шмотка, которая позволяет ему снижать урон от вражеских атак, если враг находится дальше от него, чем положено. И так он, в принципе, нормальный парень. В ПВП он сейчас не играет просто потому, что сама фракция Елис больше никому не нужна. Но, возможно, это изменится в следующем сезоне, потому что нам уже записали в Елис новую Флоренцию, нового Виража. И я так понимаю, что дальше Елис будет прям получать большое количество новых актуальных героев. Так что не проходите мимо, на самом деле парень классный. Юля. Уже давно не метовый персонаж в ПВП, хотя изначально был просто диким. В основном из-за того, что у нее короткие ножки. Но все еще я знаю тех, кто ей пользуется в ПВП, потому что она бешено раскачана и просто ваншотает танков. И она все еще крута в ПВЕ, в том числе в Древнем Зове, благодаря своим воскрешениям, пассивному подхилу и всяким разным дебафом крутым. Я с помощью нее проходила основную сюжетку и там рифты, и она мне очень круто помогла. Ее самый отхил бесконечный, практически как у Элвина, тащит. Поэтому я бы не стала ее качать прямо сейчас с нуля, потому что сейчас есть достаточно актуальных героев. Юля среди них, но все-таки. Например, та же самая Лукреция или Тенсей Джейсика, они очевидно круче. Но это неплохой герой, и забрать его совершенно тоже не грешно. Джаглер. Становится все менее и менее и менее популярным в ПВП. Последнее время он действует как анти-АУЕ такое спасение, потому что вражеские АУЕшеры пытаются вас закидать уроном, а он помогает его прохилить. Но на самом деле он не особо помогает, потому что ХП у него кончается, после чего он уже хилить никого не может. Он используется в раш-коробках для донесения дополнительного урона, потому что он на самом деле и АУЕши достаточно прилично, если его хорошо одеть, и кусается очень больно. Та еще собачка. А еще у него есть фракционный баф, которым в жизни практически никто никогда не пользуется, для зеленой фракции. Origins of Light. В ПВЕ же Джаглер абсолютно незаменим на паре боссов Древнего Зова, например. Это Фенрир и это Юрмунгар, потому что он обеспечивает пассивный подхил, и Джаглер шестизвездочный на этих боссах просто звезда, и хилит больше, чем хилеры. Он находится в таком слоте, что вот такую роль на данный момент заменить ничем нельзя. Поэтому, если вас интересует высокий скоринг в Древнем Зове, ну или хотя бы вообще хоть какой-нибудь скоринг в Древнем Зове, то я бы искренне советовала вам обратить внимание на Джаглера, потому что он все еще продолжает быть мастхевным, даже при том, что в Апексе он уже не такая звезда, и я, честно говоря, думаю убрать его из коробки. Но я пока только думаю, я еще не решила. Вот такие у нас веселые баннеры в этот раз. На следующей неделе мы ждем, не дождемся Юйтема. И давайте, не знаю, на удачу. На прошлой неделе я кидала 10 ваучеров в этот баннер. Давайте я кину еще 10. Типа вдруг мне повезет вытащить за 20-ку товарища Кремзонца. Если не вытащу, то это все перенесется на Юйтема, и там уже я буду тянуть максимально. All-in, что называется. Ну и хорошо. 20 пити набилдили. И радостно эвакуировались. К сожалению, конечно, к величайшему не получится посмотреть, как я вытащу Юйтема, а потом вернуться за этим баннером, то что баннер на этом моменте как раз кончится. Но ничего не поделаешь. Всем удачи в баннерах сейчас. Пожалуйста, не тратьтесь очень сильно, потому что Юйтем ждет нас на следующей неделе, и он, скорее всего, будет лимитированным персонажем. Копите максимально. Рассказывайте, что потянули, если вы тянули. И с вами была Аня Рель. Всем удачи. Всем пока-пока. Если вам нравится контент, который делает Ютубер, пожалуйста, лайк, подписка, синокос, сабскрипшн и прочее. А я, знаете что, я пошла играть в Final Fantasy VII, которое сделали на компьютере. Всем чмоки.